Денис Викторович, ну что же, откуда же берутся в таких количествах первые? Во-первых, не... Да, работает. Работает. Вы слышите, да? Ну, во-первых, не сотни, а тысячи. У меня написано 1300 рассказов, а в каждом рассказе попали человек действовать. Значит, уже не сотни, а тысячи. Ну, не важно. 2600. 2600. Откуда они берутся? Просто, что называется... Это ужасно, так сказать, пошлый, банальный ответ. Но, тем не менее, вы знаете, банальные истины, мы их зато так и ненавидим, за то, что они верны. Из жизни. Все мои рассказы — это какой-то мой жизненный опыт. Это какие-то воспоминания, это юность, это взрослые годы, это встречи, это интересные люди, неинтересные люди, хорошие люди, подлые люди. Это внезапные какие-то приключения, повороты сюжета и всего на свете. Но, в любом случае, это какая-то реальность, понимаете? И все эти люди в каком-то смысле реальны. Больше всего я могу сказать, что многих героев узнают читатели. Узнают читатели. Вот, например, скажем, одна моя знакомая, моя ровесница, девчонка совершенно, как вы понимаете, она сказала, что прочитала свои рассказы и внукам показывала. Вот, глядите, какая ваша бабушка-стерва была. Понимаете, это всегда приятно, как вы услышите. Так что, так что вот из жизни. Слово, Вась. Даня, мы пойдем к вам. Выпросили сегодня роман, поэтому там, конечно, не вытащил персонажей. Но там много персонажей, конечно, то есть, дневных очень ярких и интересных. Слышно? Ну, я могу сказать, что у меня, конечно, не тысячи и романисты, роман один. Но я хочу сказать, что ответ на этот вопрос, вот откуда берутся сюжеты, я бы сказала, и идеи, он для рассказов один, а для романа другой. Потому что в рассказах, там можно взять сюжет, идею какую-то и полностью ее из жизни перенести. Либо это будет, допустим, жизнь с концовкой не так распорядилась, и зачастую это мотивация. Ты думаешь, сейчас я возьму, мне не нравится конец этой истории, я все поменяю. Либо серединку героине добавлю мужчину, блеска в глазах, ну что-то такое поменяю. А есть вещи, которые полностью сделаны из головы. Скажем, вот в первом сборнике есть такой рассказ «Тебе я ижу-погажу». Там полностью вся идея, все диалоги, все было выдумано в 39, ну, температурой, и никакого из жизни ничего не было. А вот в романе, мне кажется, иначе. Там сначала, наверное, должна быть идея. Потому что начать, либо какой-то сюжет, который равен идее, бывают такие вещи. Ну, и, конечно, эта идея должна тебя беспокоить, волновать, и классно, если она будет противоречивой. Ну, то есть добавляется интереса. Ну, вот так. Если, конечно, я здесь можно перейти, но как раз вам, что сказать, я сделаю пас. Я сказал, что представляете сегодня сборник рассказов, новый, действительно, вышла новая книга «Треселецо». Для тех, кто любит короткие рассказывать из Трагунского, очень советую, новый, я тоже слышал, шей, сборник. Но есть новый, относительно новый, уже выходивший несколько назад, но, тем не менее, еще пока актуальная книга «Богачего актера» — это роман как раз. Это роман, да. Это история основана на очень сильном жизненном впечатлении, которое я получил. Я там две недели примерно пробыл вот в этом совершенно волшебном и странном месте, которое там описывается, вот в этом вот гранд-отеле на под Стокгольмом, в таком старинном здании с поразительными интерьерами. И он весь дышит какой-то загадкой и трагедией, и вот эти вот страшные комнаты, там, не знаю, трехэтажные высоты, в которой огромные ряды, 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 ряды книг. И когда вытаскиваешь книгу, вдруг из книжки выпадает какое-то письмо 20-х годов, вдруг выпадает какая-то фотография 10-х годов, 20-го века. Какие-то мальчик и девочка, понимаете, какие-то странные дети бегают вокруг. Очень странное, очень интересное место, и вот само впечатление об этом месте и сформировало во многом вот этот вот роман. Ну, а кроме того, это весь такой роман намек, я могу сказать, потому что там почти все персонажи имеют, так сказать, как бы прототипов, понимаете. И актер, и богач, и люди, которые окружают их, и знаменитый режиссер, и знаменитая певица там, и там даже говорящие фамилии, понимаете. Например, там понятно, что певица по имени Альбертина Райт, негритянка, это имеется в виду Леонтина Прайс, понимаете. Что это самое, там режиссер Россиньоли, это, соответственно, скорее всего, все-таки это вот что-то в стремне между Феллини и Росселлини. А этот самый, как его называют, припач Минахим Рибкин, судя по всем обстоятельствам его жизни, это Яша Хейфец имеется в виду. Ну, в общем, так вот, понимаете. Поэтому там герои тоже в каком-то смысле набраны из жизни, только уже не из моих жизненных переживаний, а из того, что я читал, там, вспоминал, там, видел в кино и так далее. Вот так примерно. Спасибо. Я бы сказал, что для того, чтобы роман стал реальностью, нужно, чтобы была сначала все-таки идея. Отличает ли это, что персонажи подчиняются в таком случае некоторому замыску, начинают, ну, скорее, играть такую роль в некоторой схеме, которую автор придумал? Или все-таки они за собой тоже куда-то вытягивают приставание и могут даже эту идею отчасти, может быть, и перевернуть, или как-то изменить изначальный замысел? Как это происходит? Если вы пишете свой роман, могут ли персонажи выйти из-под контроля? Ну, можно я тогда не про роман, а про рассказ, который на идее основан, да? Потому что, ну, сейчас я про него расскажу. Ну, дело было так, что я была дома, значит, был какой-то снежный вечер предновогодний, либо это было Рождество, неважно, крутился шар на елке, огоньки бегали. У меня было 39, я заваривала чай, я подумала. А вот интересно, вот в такой вечер вот жалела себя, конечно же, и думала, почему вот не звонит телефон, и кто бы меня мог навестить? Ну, наверное, лучшая подруга, она принесла бы, наверное, курицу, позаботилась обо мне, сварила бульон. А дальше мы бы сидели, смеялись, пили чай. А потом бы она ушла, закрылась в дверь, и я бы поняла, что меня обмануло. То есть совершено предательство, но в силу, и там, в эту минуту, внутри этого вечера, я почувствовала, конечно, и очертания его, и силуэты, но в силу страха, страха скандала, страха порвать отношения, да, с этой подругой, я промолчала, я сделала вид, что ничего не произошло, мне сразу захотелось об этом написать. И то есть первоначально была вот эта идея будничного предательства, такой обыденности. Пришел человек, мы смеялись, пили чай, он ушел, закрылась дверь, и он тебя предал. И дальше в этой температуре я начала говорить за себя, за нее, думать, кто бы это мог быть, с чем меня можно зацепить, как меня можно предать, как меня можно обидеть. Мне было безумно интересно, то есть я артикулировала за обеих героинь, и вот так родилась история. То есть, оттолкнувшись от идеи, что касается Важенки, здесь действительно внутри, да, какие-то главы, сцены, они взяты из жизни. Но весь сюжет придуман, и с той идеей, с которой он начался, то есть сначала, я не знаю, читали вы или нет, читали. Я начала с той самой драматической сцены преступления, потому что мне стало, я на себя это убийство, конечно. Ну, у нас же есть какая-то даже библиотека внутренних убийств, могли ли мы это сделать и так далее. И здесь я подумала, а что, если вот ты, жизнь для тебя, и ты старался, и точно так же искусно организовал некое счастье, и тут появилось, как в американской трагедии, как в преступлении и наказании, как матч-поинт, некое препятствие, которое полностью уничтожает это твое сияющее счастье. И могла бы я, ведь это же нужно просто протянуть руку и толчок, то есть это даже не шаг вперед, это даже, это просто движение. Я же не взяла нож, я же 70 раз не ткнула в тело. И это, бесконечно можно об этом думать, то есть эта тема выбора, она настолько в 20 лет. Я все время возвращалась к себе, и мне было интересно все это построить, весь этот мир, и привести, думаю, что достаточно внимательно у меня получилось привести героиню в этот дом. Спасибо. Мне очень многое сомневались, если вы формулируете для себя идею романа «Богачий его актер». Вообще, занимаетесь ли вы этим, когда пишете романы? Есть ли у вас вот этот ответ на вопрос, что хотел сказать автор, да? Занимаетесь ли вы такой вот автор-рефлексией, автор-филологическим исследованием? Да, я занимаюсь, конечно, автор-рефлексией, но я не в этом смысле, что хотел сказать автор, а в том смысле, что я хотел для себя понять. Вот, я хотел для себя понять, что делается с человеком, который упустил в свою жизненный шанс, который ничего не смог сделать, хотя жизнь ему довольно щедро, так сказать, дала этот шанс, предоставила такую возможность. Понимаете, в чем дело? Это для меня очень важная тема, на самом деле. Я ее начал разрабатывать еще. Стоит бы так говорить о себе, просто для краткости. Такая у меня есть повесть в рассказах, называется «Мальчик, дядя, Каи и я», там несколько. Ну, это толстая, целая книжка такая, из, по-моему, 18 глав состоит. Меня очень волнует и интересует вещь вот эта вот, понимаете, вот если... Вот представляете себе, что мы стреляем из кружки или из ружья, неважно. И нам достаточно отвернуть вот ствол на полмиллиметра, чтобы он на километр улетел в сторону, понимаете? Вот. Для меня всегда был интересный момент вариаций, вариаций в моей жизни, неиспользованных шансов. Вот чего я не сделал, не позвонил, не перезвонил, не пришел там. И от этого все... Или наоборот, пришел туда, куда меня, так сказать, и не... Особенно не звали. И от этого все в моей жизни, так сказать, стало вот так, как оно стало, понимаете? Вот эти вот бесконечные развилки человеческой судьбы – это то, что для меня больше всего представляет для меня самый большой интерес. Тем более, что в моем уже совсем не юном возрасте. Вы знаете, иногда бывает, что вот лежишь утречком, проснувшись в постели, смотришь на люстру, начинаешь упоминать какие-то случаи из... не обязательно из ранней молодости, а иногда из ранней, иногда из своих сорока лет, пятидесяти лет. А вот если бы я тогда согласился сделать это, вот если бы я тогда пошел бы вот на ту работу, куда меня звали, или наоборот, отказался бы от этого предложения, что было бы со мной сейчас? Это безумно интересно. Это даже, понимаете, я могу сказать, это даже слишком интересно, потому что это как-то так по-наркомански начинает затягивать человека вот в эти вот... вот в эти странные... в общем-то, на самом деле, вроде бы пустые размышления, потому что ясно, что музыка обратно не играет. Но при этом для меня эти размышления не пустые, потому что это моя, так сказать, это мои переживания, моя душа, мое спокойствие, так сказать, мое состояние ума, духа и так далее. Поэтому вот это вот мне больше все интересно. Вот почему у этого человека, который здесь объясняется, почему у него ничего не вышло в этой жизни? Что там в этом самом... его детство несчастное, то, что он не помнит своего отца, то, что он в возрасте 12 лет совершил убийство, самое настоящее, прямо в 12 лет. Что-то еще у него было, почему у него так произошло? Или, например, второй вопрос, почему его, так сказать, вот контрагент и вот этот вот миллиардер, почему на самом деле он такой несчастный человек? Почему у него сумасшедшая сестра, в которую он безумно привязанная, которая испортила жизнь ему и всей его семье? И вопрос, почему сестра его сошла с ума? Потому что когда-то гувернантка сказала одно слово, которое на нее подействовало, и все поехало в ее жизни, и в жизни этой огромной промышленной империи, понимаешь? Вот про это все. Забольшой, Елена, вы прекрасно симулировали, касательно романа Важенко, ответ на вопрос, что хотел понять автор, хотелось понять про преступление, про возможность преступления его справить, точнее, не лишиться счастья. Мне кажется, что мне отказалось, когда я читал, что у героини вообще-то было много тоже разных развилок, разных шансов, которые тоже могли повернуть ее жизнь и ее отношения, и судьбу, соответственно, и убит ее подруги, и судьбу ее мужчин и так далее. Действительно ли это так? Действительно ли были какие-то точки бифуркации, в которых этот роман мог пойти в совершенно другую сторону? Или все-таки для вас эта история, собственно, Важенки, главная героиня, эта история, которая только так и могла вот по этой вот коллеге пройти? И не было никаких других, как вратительных вариантов? Ну, может, я сначала на такой же вопрос отвечу, как и у нас Викторович? Мне интересно. Я хотела сказать, что идея сама, вот потом, вы написали что-то, а к вам, возможно, идея пришла потом. О чем вы написали? И это говорит о том, что, в принципе, идея иногда для литературного произведения, это мое мнение, не важна. Не важна в каком смысле. Вы можете, например, у меня в сборнике есть такой рассказ, он открывает его, «Станция Харик». Я его записала со слов Акса где-то с пятого раза. Вот пятый раз он рассказал, и я подумала, черт, меня задевает эта история точно так же, как и первый раз. То есть рассказ был проверен временем. Я бросилась, его записала и подумала, странно, в нем нет интриги, в нем нет заихватского сюжета, в нем нет эффектных сцен, в нем нет концовки эффектной. Просто рассказала о двух разновозрастных мужчинах, об их отношениях. Они познакомились с тамбуре, поездом в 54-м году. И я подумала, может, это дар рассказчика, и тогда, если я его запишу, магия рассказа может испариться, волшебство. Мне хотелось это проверить. Никакой идеи не существовало. Я один в один перенесла его на бумагу. Ну, условно. И с моей точки зрения, как говорят читатели, как сама я чувствую, у меня получилось хранить его. Но мне очень смешно, когда мне пришлось подумать об идее через несколько лет. Потому что некоторые мне пишут, говорят, отличный рассказ, вот о чем он? Вот что ты имела в виду? И к этим самым, конечно, я потом додумалась. И в чем его волшебство? Все волшебство в том, что эти два мужчины, познакомившись, один предложил другому остановиться у него. В принципе, так было принято. Нормально это было. Вам негде остановиться в Москве. И дальше они четыре раза. Их четыре встречи за всю жизнь. То есть они не стали жить на одной улице, ходить друг к другу в гости. А это такие встречи-вспышки. И, в общем-то, волшебство все из-за того, что некий объем дает эти встречи. Как ваша любую жизнь человека, показать четырех встречах, это достаточно интересно, объемно и так далее. Ну, плюс ко всему я додумалась постфактум об идее, что, в принципе, та самая провозглашенная открытость сердец, советский человек, друг, товарищ и брат другому советскому человеку, на фоне как бы всего этого главный герой Андрей Андреевич, ну, не сработала эта тупая формула, потому что человек сложнее. И все темные силы, которые в нем есть, ну, в этом рассказе, значит, эту формулу зачеркивают. Но тогда я подумала, получается, что идея, она не очень иногда важна, потому что вот для рассказа, для, не знаю, как для роман, гораздо, мне кажется, идея — это часть целого, гораздо труднее написать правдоподобных героев. Вот. Чтобы они были достоверными, чтобы они были не картонными, чтобы их диалоги, чтобы хотелось вмешаться, зайти в эту комнату, перебить не потому, что их диалоги искусственные, а потому что вас это задевает. И следующий шаг, еще труднее, выстроить слова таким образом, в единственно возможном для вас порядке, чтобы эту идею этих героев оживить, презентовать, как сделать их, сделать историю волшебной. Вот, в этом смысле. Что касается важенки, нет, я же говорила, что невозможно было другое разрешение истории, потому что я начала с конца, я придумала эту сцену, и я ее очень внимательно, чисто по логике, могла-не могла она так поступить. Нет, истории. Спасибо большое. Вот такой еще вопрос у меня есть к нашим авторам. Действительно, вы сказали, что вот можно симулировать вопрос, который вы себе задаете, что хотел понять автор, создавая то или иное произведение. А важно ли в этом смысле, для того, чтобы какую-то идею облечь в слова, облечь в реплики персонажей, в отношения их судьбы, важно ли, что, собственно, за контекст, в котором они существуют? Вот, скажем, у Елены в романе очень конкретное время, да, 80-е, еще до перестройки, 80-е сначала, очень конкретный город узнаваемый, узнаваемый пригорода Петербурга и так далее. Важно ли это, например, Ирина, для вас, вот, для того, чтобы эту историю рассказать, что это происходит именно там, именно тогда, вот, именно в этой стране, именно в этом ее, в этой ее части? И, Друзья, важно ли для вас, что вот богаче его актеры, это тот самый богач, в том самом контексте, европейский контекст, контекст в отеле? Вот, хотел бы об этом вас спросить. Я сразу, так сказать, на оба вопроса могу сказать. Конечно, конечно, все важно, важен контекст абсолютно, а он абсолютно важен иногда, его, в общем-то, строго говоря, и создают этот контекст, понимаете? Потому что представить себе, ну, ну, любое, возьмем любое классическое произведение, оно, и мы увидим, что оно вырастает, в общем-то, из мейзажа, вырастает из обстановки, вырастает из, из языка, о котором говорит человек. Да, конечно, 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 это совершенно, совершенно, совершенно обязательно, чтобы быть, вот, чтобы быть каким-то реалистическим. А что вы спросили еще? Другое говоря, вы представите себе, что предприняем наказания написано не про 19 веку, не про Россию? Ну вот, да, совершенно, я как раз подумал, нет, нельзя, нельзя представить себе, написанное не про Россию, нельзя себе представить чистый понедельник, написанный, например, про Соединенные Штаты, понимаете? Совершенно другая жизнь, все больше того, нельзя себе представить чистый понедельник. В рассказе, понял, на чистый понедельник самая главная деталь это дата, которая, он написан, 44-й год, по-моему, Приморские Альпы, понимаете? Если бы это было написано Москва, там, не знаю, 14-й год, это было бы, ну, это было бы не так интересно во всяком случае, понимаете? Все это, все это, конечно, чертовски важно, это совершенно обязательно. Для чего, вот я могу сказать, для чего мне было важно вот в этом романе сделать это все вот в этой вот в Швеции, хотя она там зашифрована как абстрактная Скандинавия, потому что, когда мы пишем про Россию 19-го, 20-го века, начиная вот с 905-го по какой хотите год, то сразу возникает вопрос, ах, если бы не революция, ах, если бы не гражданская война, ах, если бы не Сталин с его коллективизацией, дуциализацией, репрессиями, если бы не Великая война, Вторая мировая война и все такое, вот тогда бы мы бы вот, понимаете? Здесь трагедия, так сказать, мега трагедия этих людей заключается в том, что они во всяком случае этот несчастный богат со своей безумной сестрой, со всеми невозможностями, со всеми невозможностями своего бытия, он живет в абсолютно стерильной обстановке, прекрасной, демократической, нейтральной, уже сто лет не воевавшей, богатой страны, с парламентской монархией, с правами человека, с социальными гарантиями для всех, понимаете? Все, а жизни все равно нет никакой у человека, понимаете? Вот это очень важно, поэтому если бы я бы писал что-то подобное, как в романе «Автопаркет неизвестного», то там сразу социально-политический компонент, понимаете, как ледокол, запущенный в, не знаю, в пруд дачный, понимаете? Вы можете себе представить, себе на дачном пруду играют дети, у них свои проблемы, они там, у них там няня, бабушка там между собой, отдай мои игрушки, а в это время рядом хрустит льдинами огромное ледоколище, понимаете? Вы сейчас вот примерно так воспринимается, вновь во всяком случае воспринимается любой советский, неважно, честный или конъюнктурный, какой хотите, роман, понимаете? А мне хотелось бы все-таки показать что-то другое, мне хотелось бы разделаться с этим мифом, а миф заключается в том, что вот, а если бы нет, то тогда мы были бы счастливы, нет, ребятки, не были бы вы счастливы. Спасибо. Ильяна, скажите про ваш, про ваш контекст. Ну, мой контекст, он просто вот другого и быть не могло, по одной простой причине, когда я все придумывала, это обязательно должны быть очень юные люди, от 17 до 20, иначе достоверность была бы не та. Я прямо это чувствовала, я не могла написать о нашем времени. И все, что я, естественно, я взяла годы своей молодости, потому что иначе было невозможно. А все пригороды, город и так далее, именно город, именно Ленинград 81-84, и все, что я сделала с атмосферой, это было очень важно для меня. То есть, рассказать, как все было, маленький двойной, климат, тот Ленинград, это просто был единственно возможный контекст, скажем так. Что касается правдоподобие, но это же правда очень важно. Денис Викторович сразу сказал, что он берет своих героев из жизни. Я однозначно, да. То есть, единственный персонаж, который был выдуман, это, пожалуй, важно. Все остальные, сколько их там, из рассказов, они на крепком прототипе. Слава Богу, никто себя не узнает. То есть, я не знаю, почему, но мне тут, я себя чувствую очень вальяжно. Иногда мне хочется даже сохранить внешность. Я понимаю, как это важно. Потому что в своей жизни, допустим, я видела двойников, скажем, я прилетаю в фионерский лагерь на Черное море, там, открываю глаза утром и вижу напротив девочка лежит, которую я вот оставила в городе, в своем родном. И это невероятно. То есть, внешность очень неординарная, она полностью повторяла эту внешность, такие жесткие, как леска, волосы, нос картошкой, маленький рост. И она полностью те же самые, то есть, обладала способностями, темпераментом. Это было невероятно. То есть, я даже фотографии их сохранила. И так было раза три в жизни. То есть, ты понимаешь, что вот эта библиотека типажей, она не очень большая. И с годами их просто вот несколько у тебя в голове. И это, мне кажется, ну, несложно. Спасибо большое. Друзья, сейчас были вопросы, то и, конечно, можно задавать, поднимайте руку. Вот, есть вопрос. у меня вопрос к Денису Икторовичу. А откуда взялась героиня романа «Дело принципа»? Вот. А второй вопрос тут походу созрел. А вы связываете как-нибудь вот эту идею развилок, которая вас волнует с темой рассказа про «Переглянг гром» и вот всей волны и вот всей волны огромной кинопроисведений и отчасти литературных произведений, которая связана с эффектом бабочки и так далее, вот эти вот альтернативы с альтернативной реальности и так далее. Значит, первый вопрос, откуда взял героиня? Дело принципа. Дело принципа? Это просто я, это просто я описал самого себя всего лишь на фруксах. Я описал себя в виде, так сказать, 14-летней девушки аристократки из Австро-Венгрии 14-го года. Вот и все. То есть тут большой, большой, большой затеи нет. Это совершеннейшая автопартре. Вот. Автопартрет известного. Автопартрет известного, совершенно верно. А что касается развилки, вот сейчас у меня должен, я вот должен сдать присутствующий здесь госпожей Копыловой сборник, новый сборник рассказов. И вот там есть про бабочку Брэдбери есть рассказ, кстати говоря. И этот рассказ называется «Мщение Ахилла». Рассказ о том, как человек за большие деньги вот ровно так же попал в Троянскую войну. и он должен был соответственно убить этого самого Гектора. Совершенненно. Он должен был убить Гектора. И он соответственно Гектора убивает там, он убивает даже, да, убивает Гектора, но увидев какое-то что-то ему не нравится, и он еще убивает десяток вокруг людей мечом. И человек, и при этом он говорит по-древнегречески на комеровском языке, и все прекрасно понимает, вот такая волшебная штука. Вот. После чего его дико проклинает его инструктор, говорит, что ж ты делаешь, что предбери что ли не читал, и он возвращается в Россию. Они вылезают, и там написано план Путина «Победа России», но «Победа» через янь написано. Все. Все, что изменилось, понимаете. Так что эта самая бабочка Брэдбери тоже в нее не надо особенно иногда да, а иногда и нет. Спасибо большое. Еще вопросы, друзья? Извините, поднимайте руку, я вам отдам микрофон, чтобы вы тоже могли свой вопрос задать нашим гостям. А я вот еще хотел тебя спросить, у нас наша тема звучит так, про сюжетов, откуда берутся герои и идеи, про героев мы говорили, про идеи тоже, а вот про сюжет, в смысле острой сюжетности, в смысле того, что называется «Пэйдж Тернер», вот, дождали бы книга обязательно быть захватывающей, в этом смысле, именно сюжетно захватывающей? Вот такой у меня по-моему, вопрос. Стараетесь ли вы сделать ее захватывающей? Ну, мне кажется, что если тебя чем-то задела история, да, мы говорили о том, что в рассказах у меня, по крайней мере, для меня три типа колодцев, да, это полностью из жизни перенести, это что-то добавить и это все придумать в голове. В том смысле, что если из жизни я переношу все досконально, только детали, да, или какая-то атмосфера, тут совсем не важно, ну, вот как со станцией Харик, тут совершенно не важно, чтобы там кровь в жилах стыла, тут совершенно какие-то другие вещи работают, да, ну, я подробно рассказала про рассказ, поэтому нет, конечно, еще как бы важно, как автор все это написал, то есть не важно о чем и важно как для меня, по крайней мере. Рассказ, он же совсем маленький, его несложно, так сказать, прочитать, а вот роман, допустим, требует от писателя, чтобы он сделал его для читателя увлекательным, в смысле того, что читателю нужно будет с этими героями прожить довольно долгий период времени, да, эту историю нужно будет просто как-то рассказать, не просто выгрузить его выступление хронически, да, рассказать эту историю, так что он прочитал, и ему было интересно не читать, ну, по крайней мере, есть такое, что так это должно работать. Есть очень, конечно, есть детективы, да, есть какие-то увлекательные исторические романы, просто романы, есть, например, вышел только что недавно роман Юрия Каракура «Фарфор». Там 16 рассказов, они о мальчике и его бабушке и о тех, кто рядом, ну, какие-то, значит, соседи, тетеньки, бабушкины заботы, их дни вместе, которые они проводят, там вообще ничего не происходит, оторваться невозможно. 16 рассказов, написанные так, я знаю, что Каракуру бы не понравилось, ну, вот что я называю его хрустальной литературой, но это так, это сделано, ты не понимаешь, как это сделано, ты знаешь все слова, но он расставил их таким образом, что, ну, вот оторваться невозможно, я делаю так, я вам расскажу про себя, как я это читаю, я читаю сначала бумагу, потом у меня куплена в Литрессе аудиоверсия, я это слушаю, потом я снова бумагу, и потом снова, потому что это невозможно, прекрасно, это совершенно, причем, ну, аудиоверсия, это другая книга, другой рассказ сразу становится, на бумаге, тебе просто профессионально интересно, как это сделано, что у тебя вызывают такие чувства, холод ледяной вдоль позвоночника, либо там, не знаю, слезы, вот, например, то есть ничего не происходит, они сходили в лес с женщинами, маленький, Юрочка, по дороге, по лесной, там они рассказали, одна сказала, минтайна, три дня нажарила, они развернулись, каждая про свои болячки, но не оторваться, и это, литература очень высокая, пробуя. спасибо. Стараетесь ли вы сделать так, чтобы читателю было очень выгоднительно и очень интересно, чтобы он старался быстрее перелеснуть с традицией, но при этом внимательнее сочетал? Вы знаете, я думаю, что это совершенно невозможно сделать, это в принципе невозможно сделать, потому что это все зависит только от читателя в данном случае. Вот я знаю огромное количество хорошее, я не читал эти самые произведения о вот этом Караколе, о котором говорили, я верю, что это хорошая литература, но я могу сказать для меня, лично для меня есть масса вещей, которые мои друзья, которые люди с большим, хорошим вкусом, с высоким образованием, очень такой, какой-то хороший, отзывчивый, человеческий душой считают, что это совершенно замечательная литература, а я просто читаю две страницы и говорю, откладываю, просто я не могу читать, потому что мне читать как бы не с чем, понимаете, вот, это все зависит от настроя читателя, я в этом совершенно абсолютно уверен, есть литература, почему, потому что по себе знаю, я не дурак, в общем-то, мне так кажется, понимаете, а может быть наоборот какой-то феноменальный дурак, но если расскажи, мне кажется безумно увлекательным Пруст в Берсельте он меня затягивает, я не могу остановиться, когда я читаю Пруст, я не могу остановиться, при этом я не могу остановиться, когда я читаю «Братьев Карамазово», но вот Набокова меня тошнит просто, понимаете, мне кажется, это просто совершенно такое какое-то карамельное фиглярство, понимаете, совершенно не богу свечка, не черту кочерка, понимаете, Бунину я, так сказать, Бунину я прощаю некоторые стилистические совершенства, вот, Чехова, я считаю, что это вообще лучше писатель на свете, я люблю Музеля, я обожаю такого вроде бы скучного писателя, как Пола Остера, вот его последняя книжка, 4, 4, 3, 2, 1, очень хорошая вещь, хотя казалось бы, такая тяжелая, такая непонятная для русского читателя, там сплошные американские сенаторы, какие-то коррупционные скандалы, о которых люди читают в газетах, и бейсбольные игроки, то есть, нужно быть американцем, чтобы понять, что там происходит, строго говоря, поэтому я писал на рецензию, на эту книжку, я говорю, я вам ее не рекомендую читать, вы стратите на нее 500 рублей, и потом плюнете мне в глаза, что посоветовал, это барахат, но я не мог остановиться читать, потому что это вот она затягивает, мне близко это, понимаете, поэтому читатель, ведь на самом деле это совершеннейшее, это совершенно неприручаемое существо, которое в неволе не размножается, дрессировке не поддается, понимаете, нужно просто вот написать, и если читателю понравится, то значит, ты, то значит, значит, что-то совпало, не понравится, извини, ничего, тут сделать ничего нельзя, понимаете, даже больше того, даже массовые, вроде бы примитивные, стандартные такие любовные романы, детективные романы, нет, понимаете, потому что если бы они писались бы по формулам, если бы можно было писать по формулам, то среди нас всех было бы огромное количество миллионеров, авторов, бестселлеров, которые бы штамповали бы эти вот пошлые дамские романчики в духе Картланд или детективы в духе уж не знаю кого, самые простые, майор Пронин, и все бы их читали, нет, нифига не получается, потому что какой-то есть там гвоздик, какая-то заноза внутри автора, которая резонирует с читателем и, так сказать, волшебство литературы заключается в том, что это не предсказуемо никогда, понимаете, потому что когда все предсказуемо, понимаете, если бы можно было предсказать все в экономике, то экономика бы остановилась, и вы бы просто бы рухнули бы в каменный век, если бы можно было предсказать все в покере, понимаете, только это знал бы перекур, жил бы в Сочи, не получается, это всегда загадка. Спасибо большое, друзья, осталось время еще буквально для пары коротких вопросов, если у вас есть вопрос, то поднимайте руку, задавайте свой вопрос нашим гостям, если нет, тогда я спрошу, вот о чем, есть ли у вас идеи, которые долго не пишутся, о которых вы давно думаете, но которые пока еще не переносите в богу, по тем или иным причинам, может быть, просто не доходят руки, времени не хватает, другие сюжеты, другие персонажи, так сказать, зовут, или может быть, просто требуется что-то еще, требуется какое-то более долгое, серьезное обдумывание именно этих идей, существует ли у вас какие-то уже понятные, уже видимые вам, но еще не созданные вот такие вот литературные издания? Я могу ответить, у меня существует как минимум три таких вот, так сказать, литературных, так сказать, идеи. У меня есть один рассказ, который я не могу никак закончить, хотя обычно рассказ я пишу за один день. Это рассказ, который я пишу уже полгода, не могу его никак закончить, потому что он мне очень, он мне очень внутренне, морально тяжел, понимаете, вот почему. Я не могу как-то переступить через себя, чтобы вам, или через своего героя, чтобы написать, так сказать, что в нем происходит. Рассказ немножечко фантастический про просто цифровой мир, если можно так сказать. Второе. У меня есть тема, например, я спешу, хочу написать роман, повесть о молодом человеке, который вдруг узнает, что он японец. Хотя внешне он совершенно обновленный русский. Вот он едет в Японию, так сказать, искать свои корни. Искать могилу отца и, так сказать, дом матери. Вот. И такое вот столкновение идентично стоит. Ну и еще я продолжаю, долго очень пишу роман, как говорится, о себе. С таким названием «Подлинная история Дениса Кораблева». Понимаете, я хочу написать, так сказать, историю вот о своем детстве, какое оно было на самом деле. Это тоже очень трудно, потому что я понимаю, что сразу она, так сказать, много там мифов по этому поводу существует. Ну и так далее. И про Советский Союз и про меня лично вообще. Спасибо. Ирина, как у вас? Я пишу две поездки сейчас, очень увлечена. Но я мечтаю, что когда они вот напишутся, я, наверное, никого больше не буду слушать и перестану писать романы. И мне очень хочется писать рассказы. Я к этому мечтаю вернуться и писать себе и писать. Вот это прекрасно. Я очень желаю вам успехов на этом пути, потому что нет ничего лучше, чем рассказы. Не боитесь конкуренции, Денис Викторович? Ну? Не боитесь ли вы конкуренции? Это же практически ваше монополие. Конкуренции нет, конкуренции я не боюсь. Литература безразмерная, не отнимая монополия, литература безразмерная штука. И в ней всем есть место. И завершающий вопрос, пожалуйста. Добрый вечер. Вопрос вот такой. Как трепетно вы относитесь к иллюстрациям ваших произведений, начиная от обложки и, скажем так, иллюстрации, возможно, и заканчивая потенциальной экранизацией? Ну, у меня, к сожалению, нет вообще иллюстрации, я о них только мечтаю. Прям мечтаю, чтобы в моей книге были иллюстрации. Что касается обложек, и первая книга и вторая, мы очень долго спорим с редакцией, и победила редакция. Сейчас, когда прошло время, я думаю, что, конечно же, они, наверное, были правы. Я сражалась просто как лев, но сейчас, когда прошло время, ты понимаешь, что, наверное, они больше соображают, маркетологи, редактор, какой должна быть книга. Но совсем, ну, я могу сказать, что, когда совсем были какие-то глухие варианты, они прислушивались ко мне. То есть мы искали вариант, чтобы с двух сторон прийти к одной точке и сказать, ну да, вот это мы тут соглашаемся. Но я опять-таки говорю, что вот, когда прошло время, месяцы, год, годы, мне прямо вот, прям я люблю эту обложку уже, особенно первые книги. И когда прохожу мимо, у меня такое ощущение, вот я где-то уже говорила, отвечала на этот вопрос, что вот, знаете, когда вашу вещь берут в руки и крутят, там, ну не знаю, ручку, шапку, вы думаете, ну, зачем же он взял моё-то, ну, и крутят? Мне так хорошо в этой шапке. Вот когда держат мою книгу, я прям внимательно смотрю, чтобы хорошо держал. Не надо вот тут вистать, там, перед тормашками. У меня как к подушевлённым вещам. Я сражалась, как лев, но редактор был прав. Так бывает. Я не могу на этом месте. Тут есть редактор, да? Но если редактор был прав, так что ж тут плохого? Вот. Понимаете, какая штука? Я, конечно, люблю иллюстрацию. У меня вот это вот единственное первое книжко в моей жизни, вот это с иллюстрациями была издана. Вот. Иллюстрации ничего вполне хорошие. Я сам подбирал, я даже сам устроил конкурс у себя на страничке на Фейсбуке. Вот. Ну, а вообще, конечно, вообще книжка должна быть с картинками, это безо всякого. Это просто без сомнений, понимаете. Вот. А книжка без сомнений, даже «Капитан без усов», «Карауль без прорусов», понимаете, техничка без картинок. Не годится. А что касается экранизации, то пока, как говорится, предложений не поступало. Посмотрим. Будем по ходу делать. Спасибо большое, друзья. Давайте аплодируем нашим гостям. Нет, что, что вы проводите, прямо сейчас в актерском зале. Мы не прощаемся, это какая-то фокусная сессия, но я просто подкрыжу. Аккуратно держите в руках книгу Илью Мститовскую, чтобы она на вас не обиделась.